Мои хорошие, доброго времени! С вами опять я, Полина Сухова, пропсихолог, и опять я сегодня в этой студии замечательной. Хочу вам следующее осветить тему. Сейчас очень важная для всех, но, конечно, прежде всего для осознанных людей, те, которые понимают, в чем глубинный смысл данного времени, происходящего всего с нами. Итак, мои дорогие, я хочу рассказать о точке, о нулевой точке, которую каждый осознанный человек должен пройти для того, чтобы перейти в пятое измерение сознания. Что это за точка ноль? Давайте немножко сейчас начну, как обычно, с темы, зачем нам вообще в эту тему вникать. Разберем ее более глубинно и глобально. Есть всего лишь два чувства у нас. Это любовь и это страх. И если человек выбирает себе жить от страха, то, соответственно, он не соответствует сегодняшним вибрациям, молодым потокам безусловной любви Творца, Света Творца. И в его жизни сейчас у этого человека, если он будет жить от страха, то есть от страха потерять работу, он идет, вакцинируется, от страха, что его начальник уволят. И даже если это не связано с вакциной, по какому-то поводу он смиряется с теми, допустим, плохими условиями или, может быть, даже ужасными условиями. Если вы боитесь остаться в одиночестве и от страха, например, держите своего партнера, которого давно нужно отпустить. Если вы от страха просто не идете по своему предназначению, это сейчас очень важно найти каждому свое место. То есть если вы живете именно от страха, то, соответственно, молодые энергии, безусловной любви Творца, они просто будут разрушать вашу жизнь. Сейчас все идет нацелено, эти энергии на то, чтобы мы перешли на другой уровень духовности, на другой уровень сознания, мышления. И те, кто люди уже это понимают и стремятся действительно вот в это новое пространство, в этот новый мир и живут от любви, по крайней мере учатся жить от любви или в любви и нести свет и любовь, соответственно, в их жизни случается самое лучшее. Их жизнь становится чудом, и многие мои ребята, подписчики, ребята, которые учатся у меня на курсе, они подтвердят это, что каждый день происходит в их жизни чудо. Только лишь потому, что они самосовершенствуются, что они избавляются от обид, от претензий, они во всем ищут глубинный смысл, разбирают причинно-следственные связи, разгадывают знаки от Вселенной. Они максимально делают себя лучше, и их жизнь становится вот такая. Так вот, что это за точка нулевая, которой должен каждый осознанный человек пройти и выйти как раз в пятое измерение? Давайте сделаем небольшой рисуночек, такой вам. Сейчас я вот здесь у нас подготовлено все. Начнем мы с нулевой точки. Так, я буду, наверное, все-таки подглядывать. Начнем мы с нулевой точки. Это вот нулевая точка, вот это ноль. Это некие врата. Знаете, вот как-то вот можно изобразить, я не знаю, похоже на врата вообще, нет? Вот, ну пусть это вот, пусть будет эта врата. Это врата в пятое измерение. Вот представьте, что вот тут так будет видно, ага, человек живет в страхе. Это страх. Страх. И вот такое идет сужение. А здесь у нас пятое измерение, здесь у нас любовь. Любовь. И вот у нас вот так. Собственно говоря, это некие врата, через которые, когда человек проходит, у него уходят все привязки. Привязки к материальному, деньги, ну вообще любые какие-то материальные ценности. Привязки к отношениям, даже к близким. То есть есть некоторые говорят, да, у меня нет привязок к деньгам, да, если я завтра останусь без денег, то я нормально буду себя чувствовать, буду решать те поставленные задачи. Если, кстати, у вас страх есть, соответственно, вы живете вот здесь, в страхе. Если у вас есть страх остаться в одиночестве, то есть у вас там кинет партнер или уйдет другому, вы опять же живете здесь. Еще один страх. Если у вас есть привязка к своей работе, кстати, просто другие люди, они не могут жить без работы, и, кстати, многие уходят на пенсию, они теряют смысл жизни, это была работа, и, соответственно, это тоже они начинают очень быстро угасать. То есть уходят, умирают. То есть если вот есть привязка к работе, это тоже в минус. То есть это все, опять же, вот в этом 3D уровне измерения человек находится. Так вот наша задача, когда мы проходим через вот эти ворота, Вселенная в любом случае подведет нас каждого к тому, чтобы мы распрощались со всеми привязками плотного плана, материального 3D, и уже такие свободные, налегке пошли туда. Это, знаете, вот, ну, пример такой, наверное, меня, ну, давайте я на своем примере, чтобы вам было понятно. Я очень часто говорю в эфирах, я говорю, у меня привязок нету к материальному миру. Если я завтра останусь без денег, спокойно буду решать те с поставленными задачи. Если завтра, ну, вот вдруг так случится, что все мои близкие уйдут в иное измерение, я тоже, ну, какой-то очень короткий промежуток времени, мне будет, конечно, грустно, и буду плакать, и другие какие-то вот эти моменты. Но я понимаю, что ребятки вышли, просто ушли, то есть домой в иное измерение, я буду спокойно к этому, ну, относиться, потому что это естественный процесс. Никто не умирает на самом деле, просто переходит в иное измерение. Я все время вселенной говорю, если есть еще у меня какие-то привязки, покажи мне, пожалуйста, да. Отношения, допустим, да, тоже я проходила через отношения, которые, я понимала, что они деструктивные для меня, они разрушающие, не ведут меня к какому-то хорошему союзу, соответственно, несмотря на то, что я любила человека, я тоже закончила с ним отношения. Я понимаю, что это меня разрушает, зачем я иду дальше. То есть по сути своей у меня нет привязок к материальному миру и к жизни тоже. То есть если я завтра уйду домой, то я с большой радостью это сделаю, потому что наконец-то я, во-первых, отдохну, во-вторых, я приду, когда домой, это большая радость для каждого человека, кто был в клинической смерти. Кстати, напишите в комментариях, если вы когда-то проходили этот опыт интересный. Собственно говоря, там хорошо. Многие говорят, что это было такое блаженное состояние, назад возвращаться не хотелось. И многие, которые вернулись, они говорят, это не страшно. И вот каждому из нас придется в любом случае, чтобы перейти туда, со всеми привязками вот этими справиться. То есть просто их убрать. То есть войти, знаете, чистыми. Как ребенок рождается в нашем мире, голый, собственно говоря, и мы вот такими чистыми голыми должны пройти в пятое измерение. Давайте я здесь напишу. 5D. Кстати, 5D управляется мыслью. И вот нужно научиться здесь еще работать и со страхом, и не только со страхом, работать с мыслями своими, с эмоциями и с энергиями. То есть научиться управлять. И вот когда вы уже научитесь управлять, вот тогда это как раз измерение вас и ждет. Так вот, что же это за точка, нулевая точка, что в нее входит, чтобы вот как раз пройти туда, да? Это прежде всего, что когда есть ситуации в вашей жизни достаточно тяжелые, когда человек многого лишается. Это может быть рядом никого вокруг него нет, это первое критерий. И второй критерий, что нету никакой материальной поддержки. И вот когда ты попадаешь в эту ситуацию, ты понимаешь, о, сейчас мурашки, потому что я была в почти такой ситуации. Ну там плюс-минус, как говорится, там маленькие моменты. Когда ты понимаешь, что никто, кроме как ты сам, себе помочь не можешь. И вот когда ты это понимаешь, и когда ты берешь ответственность на себя, что я принимаю решение, и я это делаю. И ты проходишь эту точку. В моей жизни это было, когда у меня был кармический брак, 30-летний, где меня очень жестко рихтовал и учил меня мой бывший муж. Я за что ему очень сильно благодарна. И я понимала, что если это были очень жесткие отношения, и просто так разойтись невозможно было. Я приняла решение, что я не могу больше находиться в них. И я просто сама себе сказала, хватит, стоп, нужно выходить. Я понимала, что просто так разойти невозможно, это будет достаточно жестко. Я подготовила побег, я спланировала его, мне никто не помогал, я делала все сама. Я ушла, сбежала из этих отношений только с компьютером. Был еще стол компьютерный, стул компьютерный и пару тюков с одеждой. Большая часть, естественно, осталась. И я начинала жизнь в 48 лет с нуля, можно сказать, без отношений. 30 лет надо прожить там, ты одна. Но я каждый день просыпалась, я была в состоянии свободы. Да, я была почти гола. Я, кстати, до сих пор живу на съемной квартире, у меня нет своей квартиры. У меня, кстати, привязки нет к непосредственно какой-то территории. Это тоже очень важно для новых вот этих энергий и для перемещения. Потому что когда мы привязаны к какому-то там дому, квартире, к какому-то прям вот конкретно кусочку земли здесь или там недвижимости, это тоже плохо влияет на нас. Это некие ограничения. Вот, мои дорогие, то есть когда вы теряете... Не так. Когда вы понимаете, что вам никто не может помочь, когда материальные какие-то тоже серьезные идут потери, и вы понимаете, что вот только ты сам сможешь себе помочь выйти, выпрыгнуть, как птица-феникс возродиться, только ты сам, ты принимаешь решение, и ты действуешь. Выходишь из состояния жертвы, и тогда получаются чудеса. И у человека меняются ценности. Вот этот момент прохождения, то есть все материальное, оно остается там. Вот там все. А здесь вы понимаете, что самое главное для вас. А вообще, на самом деле, когда душа находится в тонком плане, самое главное ее устремление, даже не желание. Потому что здесь, на уровне человеческого ума, желание это всегда следует из выгоды. Единственное, в кавычках, желание души, ее устремление, ее цели, это постоянный рост и постоянное развитие. Как только мы здесь в привязках, это нас тормозит в нашу душу. И вот когда вы это осознаете, когда вы все эти привязки уберете, вот там вы будете. Но вот эта точка, она очень важна. Это взятие на себя ответственности. Давайте я сейчас прямо напишу, наверное, важные моменты. То есть вот это все духовный рост. Давайте я вот так напишу. Духовный рост. Духовный рост. Мы идем. Постоянно. Это самое главное устремление души. Постоянное развитие. И, кстати, это главный закон космоса. То есть эволюции. То есть эволюция ни на миг не останавливается. Она постоянно идет вперед. Если человек застрял, эволюция двигается все время вперед. А вы привязаны к этому. Это как резинка. Рано или поздно, вы должны, например, вселенная ушла, вот она двигается. А вы вот тут застряли. Она дальше идет. А резинка натягивается. Дальше идет. Вот, да, резинка еще больше. То есть или потом резинка лопнет, вам даст. Или вас туда стрельнет, но будет, знаете, так тоже больно. Поэтому, как я говорю, я сама, я сама. Вот не надо мне пинками. Все хорошо. Я все понимаю. Значит, это нулевая точка у нас. Вот это, это нулевая точка. Ну-левая-нулевая-точка. Вот так вот тут напишем. Точка. Сейчас тут сооружу еще что-то дельное мне написать. И вот, кстати, когда вы проходите вот уже вот эту точку, то вы начинаете, у вас открывается дверь к управлению своей жизнью. Самим собой, своими мыслями, эмоциями, чувствами и, конечно, своим пространством. То есть вот эта точка вам дает уже, как вы знаете, такое разрешение, возможность управления своей жизнью. управления жизнью. Так. Когда у вас поменялись ценности, то самое главное уже сделано. Дальше мы что делаем? Мы уже идем по важному моменту. Сейчас дайте я посмотрю, что у меня там в шпаргалочках. И с чего мы начинаем? Давайте я, наверное, напишу, где у меня еще местечко есть. Наверное, я напишу вот здесь, я так думаю. Да, первое. Значит, взятие на себя ответственности. Это ответственность. И выход из состояния жертвы. Вы знаете, все, вы автор. Ответственность, вы автор своей жизни. Автор. Не кто-то виноват там, ни правительство, ни ваша свекровь. Некоторые мне там пишут. Вот мне свекровь поломала всю жизнь, она испортила, и мы разошлись. Ну, это состояние жертвы. Это у вас не срослось в отношениях с человеком, она просто была неким, ну, как это называется-то, маркером, подчеркивала ваши какие-то реакции, которые были неадекватные. Ну, в любом случае, это все во благо. Дальше, значит, первое, это у нас ответственность, да. Второе, так, сейчас вот здесь у меня, да, это вера. Вот вера, кстати, она как переводится, это знание законов света, знание мироустройства. И когда вы не только даже верите, вот иногда, знаете, есть внутреннее состояние знания. Я знаю, что так оно есть. То есть, например, у меня с детства открыт канал яснознания, есть ясновидение. Это яснознание, когда вы задаете вопрос, и вам тут же приходит ответ. И мне не нужно было доказывать, что есть творец. Я всегда с ним разговаривала, я задавала вопросы, мне тут же приходили ответы. Причем такие достаточно сложные о мироустройстве, и я думала, что так у всех. Но оказалось, что потому что нет. Я всегда знала, что есть выход. То есть, вот вера и выход, вот знаете, вот вера, она дает, как, знаете, свет в конце тоннеля. Вот ты знаешь, что всегда есть выход. И если ты вот, вот это знание есть, что получится, раз тогда получилось, значит, и получится, и дальше. Это вот классно. Это самое-самое то, к чему нужно стремиться. Вера творит чудеса. Она вылечивает нас от болезней. Она формирует наше пространство. То есть, ну, самым наилучшим образом, если вы поверите, что это произойдет, оно будет в большей степени. Это действительно так, и вы можете написать мне в комментариях свои какие-то случаи, как действительно ваша вера сотворила какое-то чудо. Может быть, не только в вашей жизни, но и в ваших близких. Мне вот вчера девочка тоже рассказывала, очень интересная была история, но не буду ее сейчас рассказывать. Так, дальше, расширение сознания. Вот, расширение. Что это такое? То есть, если вы не расширите свое сознание, то вы просто-напросто не можете сформировать в своем мозге некий событийный поток, будущее свое. То есть, если в вашей голове этого никогда не произойдет, то есть, нет этого события будущего, соответственно, оно как может произойти? Ну, очень затруднительно, потому что мы сейчас выходим как раз на тот уровень развития, когда мы сами будем формировать свое будущее. Очень часто, да, сбывается то, что вы думаете. Оно же не просто так. Оно вот тоже есть некие закономерности вот этого. Так вот, я всегда говорю, вот представьте, что в вашей параллельной действительности вот это событие уже есть. Мне написала одна девочка, это хороший пример, давайте я его приведу. Она говорит, ты знаешь, Полин, я следую твоим рекомендациям, я расширила свое сознание, я просто заказала во Вселенной. Ребята, я не знаю, как вы это сделаете, у вас есть много вариантов. А вот я не могу своим умом постичь, как это произойдет, но я верю, что это произойдет. Что она заказала? В начале вот как раз весны, когда началась пандемия, она с мужем застряла в Египте, и они хотели приехать в Россию. И все, самолеты не ходят, извините, поезда там тоже, не корабли, то есть попасть в Россию невозможно. И она очень хотела, она заказала Вселенной это пожелание. И произошло следующее. К ней приходит девочка на маникюр, и говорит, они разговорились, и она ей рассказывает, что они улетают в Россию. Это, значит, собирает самолет от белорусского посольства, и вот они сейчас набирают людей, но только белорусов. И она спросила, может быть, нас тоже возьмут. Она говорит, я не знаю, на тебе телефон звони. Она звонит в посольство, ей говорит, вы знаете, мест нет, но на всякий случай, если вдруг что-то, я обязательно вам сообщу. Не прошло два дня, и им звонят, и говорят, вы знаете, есть столько-то мест. И это было ровно столько мест, сколько нужно было для их близких, потому что их было двое, там еще, по-моему, кто-то с ними. То есть ровно такое количество. Они были в таком счастье, и они оказались в России. И когда они прилетели, они рассказывают мне эту историю, говорят, Полин, ты не представляешь. Говорит, это было невозможно, это было нереально. И вот напишите тоже в комментариях, когда у вас тоже такие ситуации были, что это невозможно, а у вас все равно это случилось. Так понимаете, какая штука? Сейчас я объясню, вот на шум постоянно нам ставят палки в колеса. Если в вашем опыте нету этого события, он считает, что его нет вообще. Или, например, в вашем личном опыте, в личном опыте, допустим, ваших родителей, или кого угодно людей, которые вы знаете, мы не можем додумать до какого-то другого варианта. А у Вселенной вариантов этих тысячи и миллионы даже. То есть она может нам сделать наилучший событийный поток так, как мы даже подумать не можем. Вот напишите в комментариях, было ли такое, мне прямо очень интересно. И вы говорите себе фразу, вот как мы расширяем себе сознание. В моей параллельной действительности это событие есть. Вот где-то оно есть, мне нужно найти просто выход. Вы же можете представить, что у вас параллельный событийный поток, одна из видов. И там это уже есть событие, уже вы расширяете свое сознание. Это к тому, что к нашим ограничениям, когда это не получится, это невозможно. Это шаблоны, это матрицы, шаблоны матрицы. Кстати, между прочим, я один из тех мастеров, который выбивает вам шаблоны матрицы 3D. Вот эти штампы, то есть в узких рамках, которые нас держат. Так, это значит ответственность, то есть это вот то, это та точка, к которой мы переходим. Смена ценностей, то есть мы понимаем хотя бы осознанием, что материально это все нас держит, и оно нас не пустит туда. Вот если кто-то вот держится, давайте, знаете, еще на таком примере хорошем. Вот сейчас в многих странах, мне с Израиля пишут и прочее, говорят, Полина, там очень жесткие сейчас ограничения в связи с масочным режимом. И говорят, уже без вакцинации, без этого паспорта ты не войдешь ни в магазин, не купишь никакую одежду, обувь или прочее. И это все продолжается все хуже и хуже. Что делать? Я говорю, ну это опять же ваш выбор. Опять же ваш выбор, вас никто не заставляет оставаться там, выполнять эти условия. То есть по сути своей, если вы действительно хотите остаться свободным, да, придется чем-то пожертвовать. Вот опять же вы голым должны войти туда, ну это метафорично, без вот этих привязок. Например, я бы, что бы я сделала? Я понимаю, если меня здесь ограничат, когда меня когда-то ограничили, я сбежала, я бы все бросила, я все бросила, но я была свободна, я жила так, как я хочу. И когда вы действительно не от страха живете, а от любви, да, от любви, то, соответственно, поток вам сам помогает. Он вас защищает, он сводит вас с нужными людьми, он максимально вам дает знания интуитивные, да, вот эта интуиция начинает лучше работать. То есть максимально становится в вашей жизни все прозрачно и все легко. Напишите в комментариях, вот кто у меня, ребята, многие уже вышли на это встанет, действительно это или так. Когда у вас, вот каждый день у вас чудо, как я это рассказываю, то вот я иду, я только подумала, думаю, как бы хорошо, вот сейчас у меня в дом, у меня шлагбаум, там ворота такие железные, только для машины, есть калитка, ворота бы открылись, а я с сумками, и мне так тяжело. Я только подумала, у меня открылись ворота, я захожу туда, и я думаю, может ли машина, может быть, она, ну, кто-то открыл заранее, чтобы въехала, а потом закрыла. Я вошла в ворота и смотрю на ворота, думаю, они сейчас закроются или машины подождут, и они закрываются за мной. Я так, знаете, как Иван Васильевич в кинофильме, Иван Васильевич меняет профессию перед лифтом, благодарю, и пошла дальше. И вы знаете, то я только закажу, думаю, вот хорошо бы было такси прям рядом, вот прям вышла, и вот прям вот, да, и вот так выходишь из какого-то сложного там магазина, где там тебя никогда не найдут, раз тебе такси вот рядом. То я захожу в магазин, думаю, какие тяжелые сумки, сейчас наберу опять тащить, нужно будет там до машины или как-то, вот, тут мне продавщица говорит, давайте я вам донесу, причем не первый случай. Понимаете, все люди идут тебе навстречу, такое счастье, ты сам идешь, светишься вот этим светом любви, и тебе все пространство вторит, это так приятно. Вот попробуйте, как я говорю, вы знаете, не надо верить на слово, возьмите, попробуйте, нести людям радость, любовь. Вот просто ходите, улыбайтесь людям, хотя бы начинайте дарить любовь вот эту из вашего центра энергетического, вы увидите, как будет изменяться пространство. А уж какие чудеса ребята там творят у меня, когда посылают луч вселенной своим близким, только сегодня прочитала хороший такой, этот, комментарий на своем курсе выхода системы, девочка говорит, месяц с мужем не разговаривала, месяц. И говорит, луч вселенной ему вот уже три дня посылала, тут говорит, встает утром, приготовил завтрак в такой радости, в такой прям, в таком прекрасном настроении, дочь смотрит на него, на меня, говорит, ты что, луч вселенной делала, что ли? Говорит, ну да, ну все понятно. Друзья мои, работает, попробуйте. Значит, веру я сказала, что у нас там еще интересного. И вот, кстати, есть такой тоже как тест. Вот если бы я верил в себя, а, кстати, вот вера еще, что она делает, она, она открывает, еще раз говорю, доступ к управлению своей жизнью. И вот этот тест, если бы я верил в себя, вот смог бы я, ну, что-то сделать. Вот просто напишите, вот если бы я верил в себя, вот у вас же есть какие-то несбыточные мечты, в которых вы вот просто понимаете, что как бы это невозможно. И вот прям пропишите один пункт, второй, третий, если бы я верил, смог бы, например, уйти от тирана, если бы я верил, смог бы я там найти хорошую работу, если бы я верил в себя, смог бы я найти те отношения, о которых давно мечтал, о гармоничных и хороших, да. Если бы я верил в себя, смог бы я там донести какую-то мысль своим близким. Ну, что-то из этого, вот просто напишите этот список, это, кстати, будет очень хорошая вам такая домашняя работа. Да, и следующий пункт, вот на этом мы закончим, я думаю, что так много, работаем, ну, кстати, в принципе, это как подтверждение того, что я сейчас говорила, это работа, взаимодействие, даже не работа, с тонким планом, тонкий план, я вот так коротко напишу, тонкий план. Это вот как раз о том, что я говорила, когда вы начинаете нести свет, любовь, когда вы начинаете посылать самые лучшие вибрации, то не только люди к вам поворачиваются самыми лучшими качествами. Понимаете, это, кстати, законы физики, это ничего тут такого магического на самом деле, нет. Каждый человек, можно представить его в виде бриллианта. Ну, какая-то часть ограненная хорошо, какая-то еще такая шероховатая, и, соответственно, жизнь, условия, люди шлифуют их эти грани, да. И вот у кого-то есть, допустим, обида, это еще не отшлифованная грань, у кого-то агрессия, у кого-то другие негативные качества, алчность, жадность, привязки и прочее. А у кого-то есть вот, ну, он позитивчик при всех своих там других каких-то гранях, которые еще нужно гранить, шлифовать. И когда вы начинаете поворачиваться к человеку и залучать вот этот позитив, оптимизм и принятие человека, то есть, да, вот эта любовь, безусловно, то этот человек по подобию, по вибрациям он поворачивается к вам своей вот этой лучшей гранью, подобие, резонанс. Когда вы агрессивничаете, соответственно, человек тут же тоже как полярность меняется, и он, да, вам отвечает тем же. Почему, когда идет агрессия, мы начинаем точно так же, у нас, как, знаете, волна подхватывает, и ты агрессию вот эту чувствуешь уже в себе, и иногда даже человек, который агрессивный, так и хочется ему там или шлепнуть, или чего-нибудь сделать. Бывало ли у вас такое, вот тоже мне напишите. То есть, да, вот эта вот волна, она начинает нас вот по резонансу, да, вот такая вибрация начинает, знаете, как принцип падающего домино. Поэтому, если вы вот учитесь любовь вот эту излучать, работаете на тонком плане, это работает на улучшение вашего событийного потока. И самый главный смысл, мои дорогие, здесь, это научиться любовь. Главный смысл души, один из смыслов, понятно, пройти какие-то уроки, получить опыт, но вот все, кто находится сейчас в 3D уровне, живут от страха, их задача научиться главному, безусловной любви. И любовь на самом деле творит чудеса. Это то, чему ведут нас, кого-то тащат. Но, как я говорю, лучше я сам, я сам. Учитесь этому навыку. Это на самом деле научиться легко. Главное делать всё по пунктам. И вот эти 3 пункта – вера, как верить в себя, как расширять своё сознание, как работать с тонким планом, посылать просто любовь, подарки. И вот давайте, наверное, ещё один пример для вот этого тонкого плана, чтобы вам было понятно, это как иллюстрация. Например, когда на тренинге я даю задание ребятам посылать тем людям, которые вы видите вокруг себя какие-то грустные, в негативе, посылать им позитивные вот эти вибрации, любой, безусловно, прям лучик такой их окутывает. И какие-то подарки на тонком плане. Вот знаете, вот видно человеку, он устал. Массаж ему или виллу на каком-нибудь испанском берегу. И человек меняется. И говорю, если идите, смотрите, как меняется человек в отношении к вас. И там был такой случай, когда девочка, на неё прям агрессивно напала обслуживающий персонал, она там убиралась, готовила еду, и она не так много проделала эту технику, практику. И на следующий день эта девочка бегала вокруг неё и говорит, Леночка, тебе что на обед приготовить, плов или корончики? А салатик тебе какой? Говорит, это невозможно, такие разительные перемены, вот как это происходит. А одна девочка тут видит, говорит, мне нужно, чтобы чемодан не занесли на гору, а там горы, мы на море обычно, у нас в Джанхоте идёт тренинг каждый год. И она там, вот тот, кто убирался там в эту территорию, она ему посылает любовь, 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 любовь проходит мимо, а тот говорит, а давайте я вам чемодан донесу. Хотя он был там вообще, отвернулся и вообще, собственно говоря, там занимался какими-то своими делами, его как бы развернуло. И, кстати, между прочим, в обратку работает, когда вы в любви, и когда, кстати, ещё ставить защиту нет, я давала в предыдущем видео эту классную технику, вас не видит система контроля, это другие вибрации. Ребята ходят без масок, они вообще вот просто ходят везде в открытую, к ним никто не подходит. И я, кстати, когда вот хожу в своём потоке, то же самое, я захожу в магазин, и там везде вот эту температуру мерят, да, а я всегда отказываюсь, я говорю, благодарю, мне это не надо, лишнее. И я только захожу, а этот, знаете, он передо мной прям никого не было, он хоп и уходит куда-то в сторону вообще по своим делам, просто разворачивает и уходит. И это действительно так работает. Проверьте, как я говорю, не надо верить на слово, возьмите и проверьте. Вот, мои дорогие, что я хотела сегодня как раз сказать. Да, и очень хорошо сейчас работать с землёй. Земля у нас настолько сейчас, она всегда была живой, это всегда очень осознанный, разумный организм. И если вы сейчас во благо будете посылать любви, любовь, быть в любви, во благо земли посылать вот эти вибрации наилучшие, да, и думать только позитивно, в позитивном ключе, что наша земля сейчас восстанавливается, преображается, что масса, много людей наводит порядок, прямо вот на тебя осознание приходит, это действительно будет происходить так. Ну и, конечно, в реальности очень важный момент, давайте закончим, наверное, на действиях, потому что многие меня, кстати, обвиняют, кто не знает до конца, что я несу, так что-то ухватили, типа вот я же пропагандирую работу на тонком плане, работа с любовью, да, работа с этими мощными вибрациями. Просто посылать любовь, это вообще вот, ну, это заблуждение, и вы ведёте людей не туда. Но те, кто проверяют, это делают на тонком плане, и потом в реальности действия делают, действия наши обязательно нужны, раз мы в плотном плане, значит, мы должны это делать. Это всегда работает стопроцентно. Проверьте, мои дорогие, я думаю, что у вас всё получится. Вот сегодня такой прекрасный у нас был, ну, урок не урок, в любом случае это была хорошая тема. Я очень хотела до вас донести главный замысел и смысл, зачем вы здесь. Вы для того, чтобы научиться, безусловно, любить каждую клеточку пространства, космоса, каждую сущность здесь, потому что во всём есть глубинный замысел. И если она здесь, значит, творец знает зачем. Мы не знаем, но в наших силах принять это, хотя бы просто в теории. И когда вы принимаете весь мир, вы в любви, вы в радости, вы в оптимизме, и вы в интересе, вот в таком драйве. Вы знаете, вы смотрите многие мои сторисы в Инстаграм, я немножко там другая, здесь я как профессор, а там я такая озорная девчонка, и многие говорят, Полина, вы такая разная. Так это в этом кайф, в этом класс. Здесь я смотрю на мир глазами, знаете, такого инопланетянина, который только пришёл сюда, ему всё интересно. Вот как маленький ребёнок то же самое, да, когда вот он, ему это интересно, он туда бежит и сюда. И я вот хочу вам передать это своё состояние любви. Сейчас опять расплачусь, я вас очень всех люблю, мои дорогие. Сейчас потоки творца идут, через меня это ещё не я. Это творец сейчас посылает эти огромные-огромные потоки, и прочувствует их, эту безусловную любовь к вам. Всё, у нас заканчивает. В общем, драйв, кайф, интерес и любовь к жизни. Это то, что сделает на нашей планете ваша жизнь очень интересным. Люблю вас, обнимаю, пересылайте это видео всем, кто в этой теме и не в этой теме, потому что реально кого-то оно зацепит и выведет в пятое измерение. Всё, всем пока, всех люблю, подписывайтесь, лайки. Мы увидимся в следующем видео. Пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok